Ре! Вис Этерс Ирте! 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 сказал, что они готовы сделать, но есть и другие возможности, и самая ключевая персона, наверное, здесь социальный работник, потому что в Риге довольно хорошо социальные работники работают, есть даже такие социальные программы в социальной службе, которые помогают не только устроить какой-то подъемник или пандус, там, где все люди ходят, например, по лестнице, но можно и устроить сам дом, сделать пошире, может быть, двери в ванную комнату или в кухню, может быть, необходимо побольше двери или какое-то препятствие есть, это можно, небольшие ремонты тоже можно сделать, и ответственный за эти вопросы социальный работник, и, во-первых, наверное, человеку надо обращаться к социальному работнику, это в Риге такие социальные программы есть, но, наверное, передачу смотрят люди, которые не живут в Риге, и тогда, наверное, это труднее, но все равно, наверное, социального работника надо начать и рассказать свою проблему, куда ты не можешь пойти, почему необходим такой пандус и что надо сделать, может быть. Получается, что к положительному исходу могут прийти не только люди с ограниченными возможностями, которые живут в Риге, но и в регионах также? Да, конечно, я думаю, что то, что социальная система должна помочь людям не только материально, материально, какое пособие может быть, дать или еще что-нибудь, там, по Артыку или еще что-нибудь, но должен помочь и советам, где можно получить какие-то услуги, в том числе и такую услугу, как, например, сделать небольшой пандус или пандус побольше. И в этом случае, я думаю, что дом очень обычный, и есть довольно много решений, чтобы этот дом сделать доступным. К нашему разговору хочет присоединиться наш телезритель, дадим ему слово. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Я просто не понимаю, где проблема, потому что, как там видно, может быть, там метр или два метра забетонировать, чтобы можно было спуститься с этой коляской. Это там надо, ну, так очень и жильцов, и все, и согласовать. Это просто, ну, надо, надо сделать. Это, по-моему, пару часов работы. Спасибо большое. Вот действительно, могут ли сами жильцы дома или, может быть, родственники человека с ограниченными возможностями взять и не согласовывая это с муниципальными службами, забетонировать, сделать плавный спуск? Или это тоже требует согласования? Да, это так нельзя делать, потому что это, ну, собственность кого-то, и должен быть какой-то технический рисунок или согласован должен быть. И здесь не только, наверное, вопрос о пандусе, как о инфраструктуре, которая рядом. Где ставить машины, может быть? Надо отметить какое-то место, где нельзя ставить машины, чтобы, например, эта женщина с коляской могла хорошо попасть на тротуар или куда-нибудь в другое место. Но, в принципе, должен быть решение, и кто-то должен, и кто-то ответственный за эти решения. И, во-первых, это нам упорвало, я все думаю. И если какие-то проблемы, у женщины всегда мы тоже приглашаем людей писать письма нам в общество АПЕРОНС. И мы тоже готовы защитить права тех людей, кому необходимо. Может быть, или совет, или еще письмо от нас, может быть, надо написать. Или иногда просто один звонок с нашей организацией помогает решить, может быть, человеку очень важные проблемы. Много таких просьб поступает в вашу организацию? В нашей организации, ну, в принципе, много, очень много звонков. Но не только о доступной среде, но и о других каких-то социальных случаях, где... Ну, очень разные случаи, где негде кушать, например, человеку, может быть, в регионе где-то, или не с ним поговорить, или действительно он не знает, куда обращаться, если со здоровьем плохо. Но в последнее время очень много звонков в сфере медицины, что ты не можешь попасть к врачу, что очень важны какие-то проблемы со здоровьем, и ты не знаешь уже, куда обращаться. Так что медицина сейчас уже на первом месте появляется как вопросы, которые не решаются в нашем государстве. Еще одна важная проблема, с которой сталкиваются люди с ограниченными возможностями, это проблема социальной интеграции, какая-то собственная реализация, возможность быть кому-то нужным. Вот я знаю, что несколько лет назад, в частности, ваша организация, Оперонс, устраивала, например, курсы компьютеров для инвалидов. Вот что еще вы можете, может быть, расскажите, какие еще есть возможности для такой социальной интеграции, для реализации инвалидов? Очень хорошие вопросы, и, конечно, в Риге возможностей довольно много есть, но проблема в том, что в других местах Латвии эти возможности не очень большие. В Риге ты можешь сходить в дневной центр, где очень много всяких занятий, ты можешь французский учить, английский, ты можешь с этими палками ходить по городу, очень распространенное такое дело, и ты можешь новую сыграть или еще какие-то, есть чем заниматься. И в нашей организации тоже мы с следующего месяца начинаем такие программы, как по компьютерам, будем учить людей на компьютерах, мы стараемся найти человека, который хочет работать на рабочее место, и у нас довольно хорошие результаты, и отзываются тоже работодатели, но, в принципе, все зависит от того, что человек хочет, какие у него амбиции, может быть, связаны с личным ростом, может быть, и что он хочет в жизни. И тогда мы всегда стараемся в разговоре найти то самое интересное, что он хочет сделать, и тогда помогаем ему просто. Есть еще один комментарий от нашего телезрителя. Добрый вечер, мы вас слушаем. Это вы меня, да? Да-да-да, говорите, мы вас слышим. Ну, вы знаете, я инвалид первой группы, у меня сломаны обе ноги, да? У меня, значит, железо в коленках, шурупы, и у меня от коленки до самого бедра железо кругом, да? И вот я другой раз живу на первом этаже, другой раз хочу вот выйти на двух костылях, да? Но вы знаете, другой раз только наставят машину, у нас дорожка логенькая здесь, около дома, и никак пройти невозможно. И вот просишь, просишь этих шоферов, чтобы убрали оттуда машины, ну, негде, он площадка, ставьте там. И вот это у меня проблема. Спасибо большое. То, что вы как раз и говорили про парковку машин, где запретить машинам ставить. Да, я думаю, что с самого хода, конечно, это может быть очень много машины негде ставить, и люди просто ставят. Но если желтой краской отметить место, где нельзя ставить, там все равно надо и скорой помощи приехать, может быть, или пожарникам надо приехать, и человеку надо выйти на улицу. И то, что тоже вот женщина рассказывала, что, может быть, некому помочь ей, тогда в Латвии очень хорошая услуга есть, государственная, это не зависит от самоправления, это по всей Латвии услуга персональных ассистентов. Если у человека есть определенные индикации на получение такой услуги, люди могут это использовать, и ты можешь, и тогда тоже надо идти в самоправление, и самоправление помогает заключить договор с ассистентом, это может быть или родственник, в крайнем случае, или сосед, может быть, не обязательно обученный человек, но тот, который согласился бы помочь этому. И эту услугу оплачивает государство? И эту услугу оплачивает государство. Там есть часы, которые в неделю ты можешь использовать, и тогда это очень хорошая услуга. Если даже есть ступеньки, тогда уже с ассистентом это легче будет. Перед тем, как нам позвонила наша телезрительница, мы говорили о том, какие есть возможности для реализации, для социальной интеграции людей с ограниченными возможностями. Мне вот в этом смысле хотелось бы задать вопрос, каково, действительно, есть ли желание у инвалидов быть включенным в общество? Ведь, насколько мы знаем, очень часто одна из черт человека, который оказался в беде, это вот апатия и депрессия, и не всегда даже хочется как-то активно жить. Ну да, тоже хороший вопрос, потому что желание, наверное, есть у всех людей, которые, даже с инвалидностью. Но иногда не хватает мотивации. И ты, конечно, хочешь присутствовать в такое мероприятие, или идти на концерт, но если мотивации у тебя нет, то да, но сегодня я не буду. Это мы тоже очень часто сталкиваемся, что вытаскиваем людей из дома, иногда с силой даже, что да, ты должен прийти, звоним, приходим в гости, может быть, и в последний момент, может быть, он иногда даже отказывается, но стараемся, чтобы человек хотя бы один раз вышел из дома, чтобы он почувствовал то, что на него не смотрит, может быть, с каким-то кривым взглядом, что он действительно хорошо может провести время, что действительно очень многие, например, концерты, которые устраивают, дают бесплатные билеты, чтобы люди с инвалидностью могли присутствовать и хорошо провести время. Есть возможности, их просто надо искать, искать можно и в социальной службе, и в негосударственных организациях. Такая организация, как мы, наверное, не единственная, и не только в Риге, и по всей Латвии есть организации, и каждая организация чем-то другим занимается. Мы, например, там действительно курсы проводим, мы очень много говорим о доступной среде, мы, у нас есть, к нам приходят люди, которые действительно хочут найти работу, к нам приходят молодые люди, которые, может быть, хочут в каких-то международных проектах принять участие. Так что в каждой организации есть какая-то своя специфика, и ты, конечно, можешь найти свою организацию, где ты хочешь присутствовать. Или, например, спортом заниматься. У нас очень хорошие спортсмены с инвалидностью, которые даже в Паралимпийских играх будут принимать участие, и у тебя есть, у любого человека есть возможности. Иногда просто не хватает мотивации, иногда ты не видишь себя, может быть, среди других, и тогда довольно умно надо работать, чтобы его вытащить из дома. Давайте примем еще один телефонный звонок. Добрый вечер, слышите ли вы нас? Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире. Судя по всему, не дождался наш телезритель. Давайте вернемся к городской инфраструктуре, к среде. Насколько она вообще дружелюбна к людям с ограниченными возможностями? Ну, наверное, у нас всегда такой миф, что Рига недоступная, в Латвии мы, наверное, ничего много не знаем о доступной среде, но, в принципе, это не так. Если сравнить, например, с Литвой, с Эстонией, мы уже на три шага вперед по доступной среде. У нас очень-очень-очень хорошие, и много примеров, где ты можешь просто отдохнуть. У нас есть тоже такая хорошая инициатива, есть мобильная приставка, мобильная аппликация или программа для мобильных телефонов, называется Mapairons, так как название Aperons только с буквой М впереди. И мы собрали все доступные места в Латвии, и каждый год мы едем по всей Латвии и ищем какие-то хорошие доступные места или просто доступные места, которые человек должен знать, или должен знать, чтобы себя хорошо чувствовать. Например, где доступные туалеты в Латвии или в Риге, например, или где ты можешь идти покушать, или какие гостевые дома или гостиницы доступные. И мы сами собираем эту информацию, сами едем по этим объектам, и тогда уже базы данных, те объекты, которые в этой базе данных, тогда они уже со знаком качества, что человек действительно знает, что там нет никаких препятствий. И у нас более чем 2 тысячи объектов по всей Латвии, довольно много, И объекты все время обновляются, но тут есть петликто-объекты. Да-да, объекты каждый день обновляются, и очень интересная такая инициатива. Так что любой человек может зайти в эту веб-страницу, или на мобильный телефон, и ты сразу найдешь самое близкое место, которое тебе надо. Или покушать, или действительно туалет, или концертный зал, или музей, и очень много возможностей. Я слышу, что нам продолжают звонить телезрители, но, к сожалению, звонков мы уже принять больше не сможем, время интервью подходит к концу. Назовите, пожалуйста, может быть, номер телефона вашей организации или страничку в интернете, куда люди могут обращаться, чтобы непосредственно с вами связаться и получить всю эту полезную для них информацию? Телефон очень простой, 67299277, и можно писать по имейлу info.appairons.lv или на нашей веб-странице www.appairons.lv Субтитры создавал DimaTorzok